Вопрос. У меня проблема в понимании положения праздного дня рождения. Это нововведение, которое приводит к неверию? Я слышал, что это нововведение, но иногда я вынужден принимать поздравления от некоторых моих друзей и даже принимать подарки от них на свой день рождения. В этом случае у меня нет другого выбора, кроме как вежливо ответить на их доброту согласно этикеты, что означает, что я должна поблагодарить их за подарки или поздравления. Конечно, я не желаю вводить нововведение в религию, потому что я знаю, что это нововведение, но я вынужден поступать так без моего желания. Означает ли это, что все мои праведные дела в будущем не будут приняты? Ответ. Хвала Аллаху. 1. Празднование дня рождения запрещено и недопустимо по двум причинам. 1. Потому что это нововведение и новшество, и введение повторяющихся праздников недопустимо. 2. Вторая причина – это подражание неверующим, потому что это одна из их традиций. 3. Мудрость запрета подражания неверующим в их внешних делах и традициях заключается в том, чтобы защитить мусульманина от заблуждения, потому что шайтан посредством подражания им будет научать и постепенно приводить к восхищению их образом жизни и их поведением. В итоге это приведет к заблуждению и отдалению от истины, так же, как это случилось с неверующими. 4. Ибн-Уль-Каим, да помилует его Аллах, сказал, причина запрета подражать другим, то есть не мусульманам, заключается в том, что подражание является средством, приводящим к соглашению в целях и делах. Празднование мусульманинам своего дня рождения не является куфром и не приводит к потере награды за правильные деяния. Но это запрещено по причинам, упомянутым выше. Второе. Ваше неудовство перед друзьями и знакомыми, принятие от них поздравлений и подарков, а также благодарность за это, будет истолковано как согласие с празднованием этого события. Поэтому тем, кто вас поздравляет или дарит подарок, вы должны мягко, учтиво и вежливо объяснить положение этого праздника в шариате. Если вы опасаетесь, что отношения между вами и ними из-за этого могут быть испорчены, то вы можете поблагодарить их за их доброту, объяснить им, что принимаете подарок в знак вашей дружбы и любви между вами, а не из-за вашего дня рождения, а также попросить их не делать этого снова. Раз это считается вашим событием, а вы день рождения не празднуете, тогда зачем другим его праздновать? Аллаху Алим.